всем привет приветствуем вас на нашем канале сегодня хочу снять серию о таком интересном показатели холодильника как класс энергопотребления нам очень часто люди задают этот вопрос когда кто-то хочет приобрести бу холодильник все время у нас спрашивают какой класс энергопотребление и в общем мне кажется что люди когда спрашивают об этом они не до конца понимают вообще сколько потребляет холодильник как это выражается в каких единицах что такое класс энергопотребления чем они отличаются эти классы потребления значит для того чтобы была возможность посчитать это взять эти данные сейчас предварительно я вам покажу кое-какие измерения и тогда у нас будут данные для расчетов вот смотрите есть у нас много разных холодильников всяких вот этот холодильник not a класс написано 1 по мере толщину утеплителя здесь три сантиметра она морозилки 6 сантиметров вот следующий у нас холодильник whirlpool здесь получается у нас 6 сантиметров холодильное отделение а морозилки в морозилки вообще все 8 вот у нас холодильник индезит смотрим 3 сантиметра холодильника камера и морозилка 6 вот холодильник орду с верхней морозилкой ну тут же сам морозилка 6 холодильное отделение 3 я так понимаю что некий стандарт такой идет для холодильников что 3 сантиметра для холодильной камеры и 6 для морозилки несмотря на то что идут разные модели холодильника вот отличие только whirlpool у него усилена этой изоляция значит дальше я расскажу зачем это нужно вот смотрите в одном из холодильников была такая книжечка вот здесь есть такая съемка класс энергопотребления сверху вот мы видим а такой темно-зеленый это самый лучший и внизу самом g это самый худший вот вот этот холодильник индезит он идет класса c и вот у него здесь написано потребление электроэнергии киловатт-часов в год 456 и между прочим покажу здесь было вот сервисный сертификат такой вот один из корешков мы видим отрезан здесь вот они по два три четыре были один уже использовали то есть его чинили по гарантии была замена компрессора вот мы видим питанция здесь вот смотрите холодильник приобрели дата покупки шестой год дата ремонта седьмой год то есть получается один год проработал компрессор и компресс разгорел это я так к слову про между прочим о том сколько может работать холодильник потому что люди нам часто задают вопрос особенно есть такие интересные персонажи которые звонят хотят купить бушный холодильник там самый дешевый нас спрашивают говорят но он хотя бы пять лет проработает я пять лет того что пять лет даже на новые не дают гарантии вот я вам только что показывал сервисную книжку когда новый холодильник через год сгорел компрессор люди хотят бушный купить чтобы он работал хотя бы пять лет чего себе хотя бы для расчета нам еще понадобится размер морозилки получается внутри 60 и холодильная камера у нас получается холодильная камера получается 80 сантиметров вот эти размеры 60 и 80 мы будем использовать в расчетах вот такой холодильнике визит вот в этой модели есть данные будем дальше считать я собственно почему решил снять видео про классы мира потребления потому что мне вот эти все разговоры про потребление классы мира потребления мне эта вся ситуация чем-то очень сильно напомнила ситуацию с отоплением и утеплением дома и всеми вот этими разговорами когда люди начинают рассуждать на такие темы вот эти об отоплении которые не до конца понимают и начинают путаться начинают говорить какие-то вещи такие я сейчас значит немножко проясню некоторые моменты по поводу энергопотребления вообще того что происходит при теплообмене между одной средой и между другой средой когда человек хочет отделить их теплоизоляции и создать для себя комфортные условия например там за стеной с одной стороны там одну температуру и с другой стороны стены другую температуру значит сейчас мы разберем подробно я покажу объясню все что там происходит какие процессы как это все считается и в чем ошибка очень многих людей при разговорах об отоплении и утеплении в общем прочих всяких вещах и на потребление холодильников тоже кстати вот смотрите это такая универсальная формула которая используется для расчета теплопередачи теплового потока между двумя какими-то средами с разной температурой которые разделены некой перегородкой значит вот здесь смотрите q это теплопотери разделить то есть дельта t умножить на к умножить на с разделить на джей вот здесь расшифровка всех значений киев это теплопотери ваттах дельта т это разница температур в кельвинах к это коэффициент теплопроводности ватт на метр и на кельвин джей толщина материала в метрах и с эта площадь метров квадратных с эта площадь вот именно этой перегородки которые разделяют хочу еще сказать что ваты это у нас то же самое что джоули за секунду то есть когда очень часто люди путают вот они говорят ватт это сколько ватт там за секунду ватт за час лишь ну что-то такое начинать начать хочу сказать что в самих ваттах уже заложено секунды то есть получается что такая некая удельная величина джоул это единица измерения энергии и за секунду то есть когда мы говорим о теплопотерях например там дома холодильника ну вообще чего-либо то мы просто говорим цифру и говорим ватт и туда не нужно добавлять не какие-то множить там на часы разделить на часы ничего не нужно в самих ваттах уже заложено единица времени и также сама ватт это то же самое что вольт умноженный на ампер это очень тоже удобно знать получается что любой прибор какой-то если там его мощность не указана вы можете очень легко рассчитать зная напряжение в своей сети и зная первые которые часто указаны на приборе также можно легко рассчитать с помощью этого например те предельные мощности которые может выдержать сеть вот например если стоит 10 амперный предохранитель у вас автомат так называемый стоит в электрическом щитке и у вас в сети 220 вольт мы умножаем и таким образом понимаем что мощность которую может выдержать электросеть вот на данном участке это 2200 ватт 2 и 2 киловатт но приблизительно коллектор чайник если у нас в автомобиле стоит предохранитель 10 ампер мы знаем что напряжение в сети 12 вольт и значит таким образом мы понимаем что мощность вот этого прибора который мы можем подключить к этому участку сети составляет 120 ватт в энергетическом смысле холодильник вот он чем-то похож на знаете такую плохую лодку которую делали вот раньше люди когда не было каких-то еще высоких технологий человек делал лодку такую из досок и еще лети замазывал смолой там ну как бы в меру своих возможностей в общем эта лодка получалась не на сто процентов герметичная и какое-то количество воды все-таки проходило через эти щели и вот люди когда плавали на такой лодке они постоянно эту воду вычерпывали вот холодильник в каком-то смысле похоже тоже на такую лодку только вместо воды у нас получается энергия тепло в общем изоляции теплоизоляция холодильника она не совершенно извне холодильник все время поступает какое-то количество тепла и вот вся вот эта холодильная система она создана и направлена на то чтобы вот это тепло из внутри холодильника выводить наружу то есть вычерпывать как вот человек на лодке плывет вычерпывать воду так из холодильника учебывается вот эта энергия все время наружу и вот это количество энергии которые поступают она не зависит от того каким способом вы эту энергию вычерпывать так же самого как вы плывете на лодке вы можете там реже например брать большое ведро большим ведром например учебу этом три раза можете брать там какой-то чашечкой маленькой учебу это например чаще либо же брать там вообще какой-то маленький стаканчики и мы черпают там не останавливаясь но от этого суть не меняется вот этот расход приток воды он задан не тем ведром или чашечкой там или не тем способом какие вы вычерпываете он задан самим состоянием лодки и пропускной способностью этой лодки пропускать способностью пропускать воду в общем сейчас перейдем к расчетам ну и там же будет подробнее лучше видно о чем идет речь сейчас я вам покажу проверку реального энергопотребления на своем холодильнике вот у меня есть такой прибор сейчас видите по 0 холодильник выключен сейчас у нас 8 утра я подключу его и верим суточное потребление энергии снимать подключили показывает 85 82 вата 88 потребление пошло время температура у нас приблизительно 20 градусов цельсия сейчас 8 утра оставляем его на сутки и посмотрим какая температура будет на следующий день через сутки то есть не температура какие показания будут какое потребление электроэнергии вот смотрите прошли у нас сутки у нас набежала за сутки будем так округляет на 75 киловатт-часов и работал он все это время приблизительно 9 часов то есть меньше половины времени он работал температура у нас за бортом по-прежнему плюс 20 все я его включаю будем считать если вы еще не уснули то мы продолжим я сам не люблю такие видео нудные как начнут рассказывать эти формула писать я все время сплю под такие видео засыпаю потом просыпаюсь перематываю опять на начало еще рассмотрю еще раз засыпаю в общем бывает такое что не могу даже за один раз досмотреть до конца невозможно в общем если вы ничего не уснули то мы продолжим вот и здесь подготовил такую схемку для расчета теплопотерь нашего холодильника здесь вот схематически изобразил я сам холодильник наш и условия вот окружающие условия я написал плюс 20 и внутри в холодильной камере плюс 5 в морозилке минус 15 хотя конечно каких-то жестких условий нет все эти температуры могут плавать и можно их менять и с помощью настроек холодильника и температура наружная может отличаться может быть и больше и меньше это уже кто как любит но мы всегда в помещении поддерживаем плюс 20 очень стараемся сильно не топить поэтому я взял такие условия значит дальше мы считаем площадь нам нужно через которую осуществляется передача тепла я разделю на два участка так как у нас тут разные температуры так как у нас здесь есть перегородка между холодильным и морозильным отделением но мы ее учитывать не будем почему потому что нас интересует в конечном итоге общее потери тепла между холодильником и воздухом комнаты значит поэтому мы вот эту перегородку между этими камерами не учитываем так как за пределы холодильника здесь ничего не выходит нас интересует теплообмен именно в холодильниках окружающей среды значит площадь холодильного отделения это у нас будет 06 на 06 это вот эта крышка верхняя и плюс 08 и умножить здесь тоже вот 06 четыре раза четыре раза потому что четыре стены у нас и 08 это фактическая высота холодильника 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 то есть сам холодильника выше суммарно вот именно высота сама непосредственно камера получается 228 метра площадь морозилки аналогично тоже 06 плюс 0 не плюс здесь умножить умножить 6 умножить на 06 это у нас нижняя здесь это здесь дальше то же самое только вместо 08 высота морозилки идет у нас 06 получается чуть меньше 18 метров квадратно дельта т холодильные камеры 15 келлина дельта т морозилки 35 я здесь хочу сразу сказать всем умником кто заметил ошибку что здесь температура указана у меня в цельсиях здесь в кельвинах но разница между градусами если мы переведем разницу это в кельвины будет такая же численно то есть это не имеет значения можно было конечно здесь написать и в кельвинах температура но это сложно для человеческого восприятия мы все привыкли к цельсиям кельвины как бы непонятно тепло это или холодно ну дальше здесь смотрите коэффициент теплопроводность циклопентана вот которым изолирован холодильник кстати очень хороший коэффициент это лучший коэффициент который я встречал среди утеплителей 0015 ну и здесь толщина утеплителя мы имея или помните рулетка выражая 3 сантиметра и 6 сантиметров здесь записано в метрах вот сам расчет наших теплопотерь получается холодильная камера 17 ватт 17 1 морозильная камера 15 75 ватт и суммарная я вот здесь округлил 33 ватт и если мы все это дело умножим на 24 часа то мы получим 0 79 киловатт часа сутки ну теперь подведу итог но она и варил чем но насчитал значит мы помним что фактическое измерение которое я делал на своем холодильнике у меня этот холодильник так как бы случайно совпало что он по размерам такой же самый как тот холодильник наш ноу фрост от которого мы брали документы и смотрели там данные значит фактически замеры на моем холодильнике который обычный не ноу фрост получились 0 75 киловатт часов в сутки и теоретические расчеты у нас вышли как мы помним 0 79 киловатт часов в сутки ну то есть похоже где-то теоретически даже больше вышло в защиту я могу сказать что почему вышло у нас так не небольшое количество такое близкое прям к теории что очень мало мы пользуемся холодильником потому что сейчас мы все на диете диета такая хорошая 16 на 8 мало не поэтому показания такие близкие к теоретическим плюс к этому всему у нас сейчас весна температура на улице где-то около 0 градусов в среднем то есть днем поднимаются плюсовые температуры там плюс 5 плюс 6 там плюс 3 ну как бы смотря в какой день ночью там бывают заморозки в среднем где-то там 0 плюс 3 вот так такая температура и мы уже месяц не топим и ночью может быть даже там плюс 18 в комнате то есть на на кухне кухня гостиная плюс 18 может быть 19 то есть даже температура немножко ниже чем то который рассчитывал поэтому такие данные даже те открывания закрывания двери как бы особо не повлияли на расчеты и вернемся теперь к нашему ноу-фросту и здесь вот в этой книжке помните мы смотрели вот здесь у нас заявлены производителю расход киловатт-часов в сутки 1,25 вот здесь покажу вот так значит почему получается такая разница что обычный холодильник потребляет там ну грубо говоря 0,8 а этот потребляет 1,3 почти в два раза больше и кстати у него класс не а ну класс c у этого ноу-фрост да потому что ноу-фрост получается если вы помните вот эту вот историю о лодке которую я рассказывал которая плывет постоянно не затекает вода и вы все время вычерпываете так вот ноу-фрост это такая лодка вы плывете и одной рукой вычерпываете там три стаканчика а потом второй рукой один стаканчик заливаете назад вот что такое ноу-фрост почему потому что во первых в него стоит вентилятор который тоже потребляет электроэнергию выделяет какое-то тепло и принудительно как бы создает циркуляцию воздуха а во вторых и самое основное это то что у него есть тен от тайки то есть что такое система ноу-фрост то есть он грубо говоря тут замораживал полчаса назад тут начинает сейчас размораживать оттаивать то есть он сам себя то нагревает то замораживает то нагревает то замораживает и из-за этого получается что его энергопотребление выше ну фактически в два раза там чуть меньше то есть люди которые ищут у нас обычно те же самые люди которые ищут экономный холодильник они же ищут и ноу-фрост так вот я вам скажу что ваш любимый ноу-фрост он вообще не экономный если вы хотите действительно сделать себе экономный холодильник то его экономность зависит первое от толщины теплоизоляции то есть я вот вам показывал на холодильнике вирпул теплоизоляция была в два раза толще фактически чем в обычном холодильнике второе она зависит от его системы то есть если там нету каких-то лишних функций если это обыкновенный холодильник он будет самым экономным смотрите толщину изоляции и все и не нужны вам никакие эти а там b c плюс а плюс плюс так же само в каждом холодильнике в его описании там написан приблизительный расход энергии конечно этот расход зависит от температуры окружающего воздуха зависит от того как часто вы пользуетесь как часто вы открываете закрываете но получается что обыкновенный холодильник он экономнее чем ноу-фрост в общем такой вот был расчет теплопотребления теплопотерь холодильника в общем подписывайтесь на наш канал ставьте лайки ставьте дизлайки пишите комментарии всем пока до новых встреч